Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 1 апреля. Православная Церковь совершает память преподобного Симеона Дайбабского. Святой Симеон Дайбабский родился в Цетинье в 1854 году на праздник святителя Николая в семье Васа и Станы Поповичей и был у них единственным ребенком. При крещении получил имя Саввы в честь святого Саввы сербского. Рано оставшись без родителей по глубочайшему и неисповедимому промыслу Божьему, он получил правильное и здоровое воспитание в вере у своего деда Милана и его брата Лаза Поповича, приходского священника в Цетинье, который его крестил и миропомазал во младенчестве. Способствовало более легкому и глубокому усвоению основных богословских знаний и обучению его в монастырской школе Цетинье, которую открыл еще сам владыка Негаш. В этой школе Савва особенно отличался в знании церковнославянского языка, пении и каллиграфии. Часто и во время других занятий он любил рисовать, что привлекало к нему учеников, но и вызывало недовольство в школе. Из-за этого, хотя Савва и был отличником, он никогда не получал награды в конце учебного года. Особая его любовь к изобразительному искусству позднее выразилась в расписывание им пещер в Дайбабе. Позднее, когда Савва стал юношей, ему пришлось сделать первый жизненный выбор. Он разрывался между желанием его деда Милана, который хотел, чтобы он женился, и стал заботиться о его большом имуществе, и между своим стремлением продолжать изучение духовной и светской науки, проникать в глубочайшие тайны Библии, которую он очень любил читать с самого детства. Савве в решении этого тяжелого вопроса лучше всего помог брат его отца Михаил. Это он повлиял на деда, убедив отправить Савву в Россию, в Киев для дальнейшего обучения. По благословению и рекомендации митрополита Черногорского Илариона к митрополиту Киевскому Филарету, Савва стал стипендиатом в Русской Церкви, обучаясь в Киевской семинарии и Духовной Академии. Его вдохновляли жития и подвиги великих основателей Лавры, преподобных отцов Антония и Феодосия и их многочисленных духовных наследников. Здесь его друзьями-сокурсниками становятся позднейший сербский писатель-реалист Света Лекранкович и позднейший епископ Тимачский Мелентивуич, с которым он потом долго переписывался. Его духовником был иеросхимонах Николай, приведший его к монашеству. Перед возвращением Саввы в Черногорию он подарил подвижнику много книг со своей печатью, которые до настоящего времени хранятся в библиотеке Успенско-Симеоновского монастыря в Дайбабе. После завершения учебы в Духовной Академии и перед отречением от мира в постриге монашеском, Савва утоляет свой духовный голод, обучаясь светской философии в Париже, штудирует философию в Сорбоне, а в Женеве в одной протестантской семинарии знакомится с литературой разных реформатских течений. После рукоположения отец Симеон еще какое-то время путешествует по России, прибывая в Москве и Петербурге, а затем возвращается в Черногорию. На праздник Благовещения он приезжает в Цетинье и является к митрополиту Митрофану, чтобы тот распорядился о нем. Его сначала определяют в монастырь святителя Николая на Враньине, где в разгаре было строительство новой церкви и братского корпуса. Когда же отец Симеон заболел малярией от тяжелых климатических условий, то осенью 1889 года его перевели в монастырь Острок, и так исполнилось давнее желание святого, которое он хранил еще с детства. Он стал известен как молитвенник, чьи чистосердечные молитвы плодотворно помогали многим. По его молитвам исцелялись больные и отгонялись на пасте тяжких искушений. Преподобный Симеон вызывал все больше уважения как местных, так и приходящих издалека паломников, из которых некоторые оставляли свои записи о нем в книгах и журналах, прославляя его. Откликаясь на потребности того времени, и сам наш великий преподобный отец и подвижник Дайбабский берется за перо. Он писал очень полезные и популярные книжки для народа, в которых чаще всего в стихах давал поучения и советы о пути духовной жизни и о преодолении всех препятствий, которые ждут каждого христианина на этом пути в стремлении постигнуть и воплотить вечную цель человеческого бытия в обожженной личности, принадлежащей к общности Богочеловеческого Небесного Царства. Он творил правило монашеское в соответствии со своими духовными нуждами и заветами иноческими, с неизменной молитвой и в труде. Святой Симеон в качестве личного рукоделия писал иконы и расписывал стены и своды прославленных теперь пещер. Чувствуя, что приближается конец его земного странствования и доблестного крестоношения на спасительном пути, старец Симеон больше не скрывает дара прозорливости и начинает ближними своим открывать о наступающем времени с его великими искушениями и апокалиптическими страхами, предсказывая братоубийственную гражданскую войну и ужасы, которые она принесет, святой Симеон постоянно плача молил Бога, чтобы взял его из сей временной жизни еще до наступления всего этого, предсказывая, что в конце, после всех искушений, гонений, страданий и мученичества, засияет сильнейшим светом истина православия. На рассвете 1 апреля 1941 года, во вторник, пятой седмицы Великого Поста, когда празднуется память святых мучеников Хрисанфа и Дарьи, причастившись при чистых христовых тайн, великий подвижник тихо предал свою душу Господу. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Хрисанфа и Дарьи, и с ними мученика Клавдия Трибуна и Ларии, жены его, и Асона, и Мавра, сынов их, Деодора Пресвитера и Мариана Диакона, праведной Софии, княгине Слуцкой, преподобного Симеона Пскова-Печерского, преподобного Иннокентия Комельского-Вологодского, мученика Панхария Римского, преподобной Васы Пскова-Печерской, святого Иоанна Блинова-Исповедника, преподобная мученицы Матроны Алексеевой-Монахини. Совершается празднование иконе Божьей Матери Умиления Смоленское. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых церкови сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok